Самостоятельность проявили жители Березовского Свердловской области. Они за свой счет отремонтировали бассейн в спортивной школе. Инициатива работников спортивной школы и родителей ее воспитанников была вынужденной. Бассейн находился в непригодном для плавания состоянии. Сюжет Юлии Першиной. В этом бассейне воспитанники детско-юношеской школы занимаются всего несколько дней. Раньше приходилось ездить в Екатеринбург. Дело в том, что до октября здание было в аренде у филиала Сибирского института по физической культуре. Затем филиал расформировали и бассейн вернули детям. Однако, осмотрев здание, преподаватели пришли к выводу, заниматься здесь просто нельзя. Помещение бассейна требовало ремонта, хотя бы косметического. Не дождавшись помощи от властей, преподаватели и родители сами взялись за работу. Мы еще видим, что на потолке остались следы того состояния, в котором был бассейн. Потолок открасили вы? Да. То есть залазили на стремянки, на леса и своими силами делали ремонт, хотя по профессии мы тренеры и преподаватели. За два месяца они всем миром сделали почти невозможное. На момент передачи здание было отключено от всех систем жизнеобеспечения, так что в бассейне подключили свет, тепло и воду. Затем своими руками отремонтировали все помещения от раздевалок до самого бассейна. Деньги это около 200 тысяч рублей заплатили из своего же кармана. Родители помогали буквально всем. И материально участвовали в ремонте, то есть необходимые материалы закупали. И физически, и родители, и учащиеся, все, что они умели делать, и научились в процессе этого ремонта, они выполняли. То есть шпаклевали, красили. Усилия не пропали даром. Надзорные службы дали добро, и спортивная школа заработала. В администрации города свое неучастие в судьбе школы объясняют просто. Здание передали муниципалитету неожиданно в конце финансового года. И включить бюджет строку о ремонте бассейна просто не успели. Большой трагедии нет в бассейне. То есть оно все в рабочем состоянии. И огромное спасибо родителям, спонсорам таковые были. Конечно, большая нагрузка на администрацию будет в 2012 году, но перспективы довольно хорошие у этого учреждения. Чиновники обещают, средства на капитальный ремонт бассейна вполне вероятно будут заложены в бюджет будущего года. В школе уже подсчитали. Минимальная сумма, которая им потребуется – 5 миллионов рублей. Юлия Першина, Вадим Шолохов, информационная программа «День», Свердловская область.